Ну, давайте, давайте. Времени мало, пока пробок нет. Настя, идем. Настя! Настя! Садись давай в машину. Леш, открой мне багажник. О, Боже! Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день. Добрый день. Это видеть все, совершенно не обязательно. А жена еще говорит, помои, пожалуйста, багажник. Расскажите, пожалуйста, Сергею Юрьевичу, что вы уже успели установить. Серега, на данный момент известно следующее. Жертва была убита острым предметом, но это не нож. Я сам не понимаю, что это такое. И следы взлома машины не было. Что еще можешь сказать по трупу? Есть за что зацепиться? Ну, при убитом были найдены дорогие часы и деньги, вот мобильного не было. И между пальцами зажато украшение в виде зодиакального знака вести. Личность убитого установили? Пока нет. Но есть одна непонятная штука. Стажер, покажи содержимое багажника. Вот, обрати внимание на лицо. Я такое впервые вижу. Очаровательно. Интересно, чему он радуется? Я пока не знаю. Есть разные варианты, но, скорее всего, это спазм. Надо делать вскрытие и анализ крови. Спасибо, Вить. Скребков, отправь фотографию и тело мне на электронку и привези владельца машины. Есть. Вчера я, жена и дочь мы сели в машину в 8 утра. Я отвез ребенка в садик, жену повез на работу и потом поехал к себе на работу. А вы в течение дня все время были на работе? Да. А машина стояла на рабочей парковке. Уже вечером в 6 часов после работы я поехал в магазин, закупился и приехал домой. Я из багажника кульки с продуктами доставал там. Никакого трупа, естественно, не было. Поставил машину на сигнализацию и ушел домой. Все. А ночью сигнализация срабатывала? Нет. А кто еще имеет право пользоваться машиной? Вообще-то сын, я даю ему ключи иногда, но очень редко. А почему? Как вам сказать, у нас с ним такие сложные отношения. Институт бросил, пропадает постоянно в своих этих клубах. Домой заявляется под утро, может вообще ночевать не прийти. Он у меня диджей, это, ну, как вы понимаете, накладывает отпечаток. А когда в последний раз вы давали ему машину? Дни так десять назад. Я попросил отогнать его на СТО, а с СТО уже машину забирал я. Вам знакомо это украшение? Нет, никогда не видел. Извините. Это Никита, сын. Можно я ответить? Да-да-да, попросите его, чтобы он приехал сюда. Хорошо. Да, сын. Отвезёшь сейчас Королёва в управление, пусть у него возьмут отпечатки, а ты сам сразу на место и пообщайся с консьержкой и женой Королёва. Пусть подтвердят его алиби. Окей. Хорошо. Никита, приедай сюда. Ну что, спасибо. До встречи тогда. Да. До свидания. Поехали. Привет, Володя. Ну как вы там? Установили личность жертвы? Нет, личность ещё не установлена. Но по трупу есть уточнение. Время смерти два-три часа ночи. У тебя что? Хозяин машины говорит, что сигнализация ночью не срабатывала. Ну слушай, машина уже на СТО, я скажу ребятам, они её посмотрят. А что по кулону? Подпечатков нет, кулон фабричный. Дешёвая бижутерия, время продажи не установлено. Ясно. Засыпок практически ноль. Ну подожди, подожди, подожди. Ну твой аналитический ум это никогда не останавливало. Так что дерзай. Слушай, я побегу, у меня дел по горлу, хорошо? Постой, постой. Слушай, у меня к тебе просьба. Мне тут информацию собрать нужно по одному человечку. По владельцу машины? Да нет, по Равинской. Ну только так, тихо между нами. А ну-ка с этого места поподробнее. Случилось что-то? Да нет, всё нормально просто. Ну, короче, я потом расскажу. Поможешь? Ну конечно, помогу. Только слушай, давай я тебя позже наберу, мы детально всё обсудим, хорошо? Ну спасибо, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый. Проходите. Никита Королёв, отец сказал, что вы хотели меня видеть. Очень приятно, присаживайтесь. Моя фамилия Никонов. Я расследую дело о трупе в багажнике вашей машины. Труп в багажнике нашей машины? Это даже забавно. Ну-ну. Ну вот. Моя фамилия Николаевна. Ну вот. Что такое? Увидели знакомое лицо? Нет, впервые вижу. А чем вы занимались вчера ночью? Играл в клубе. Всю ночь? Да, всю ночь. Можете узнать. Узнаю. Больше ничего не хотите рассказать? Нет. Тогда свободно. Спасибо. До свидания. До конца следствия из города не уезжать. Без проблем. Да. Докладываю. Я всех опросил. Консьержка подтверждает, что Королёв вчера приехал вовремя. Ясно. Тусовать любишь? Ну, если честно, то не очень. В интересах следствия придется немножко потусить. Поедешь в ночной клуб, где работает Королёв-младший. И узнаешь о нем как можно больше. Понял? Поехали. 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 Общий класс. Продолжение следует... Поехали. на Дискарик! А кто сегодня играет? Король! Так он же вчера играл! Он почти каждый день, бежовый чувак. Будем нравиться. Ну, будем вливаться в движ! Давай! Что вскрытие кое-что прояснило. В крови жертвы обнаружена экстази. Причем доза не лошадиная, а слоновья. Я не знаю, здравом у меня сколько можно съесть. Это и вызвало посмертную улыбку? Именно. Эффект приятия экстази – это сжатие челюстей. А такая большая доза вот и вызвала такую мнимую улыбку. Наркотики стали причиной смерти. Я только не понимаю, зачем надо было закалывать жертву. А закололи чем? Такое тонкое маленькое специфическое отверстие. Пока понять не могу. Ну что ж, экстази – это уже зацепка. Спасибо, Николай Владимирович. Давай. Алло, папа лут! Чё? Да аккуратней танцуй, ты чё? Да хватит не скачи! Ты чё? Лиза зачем? Руки! 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 Пошли! Руки! Ты чё, совсем охрен… Что ты, поговорить хотел? Ну давай поговорим Стой! Это же мент Вот Дебилы Да, Сергей Юрьевич Куда пропал? Ты там где вообще? Значит так, задание усложняется Узнай, можно ли в клубе купить экстази Экстази? Да, узнаю, кого можно купить И если получится, купи Это нужно для экспертизы Но смотри, там не наломай дров, понял? Или уже успел? Ты что молчишь? Нет, все в порядке Все нормально Я работаю, работаю Конец связи Next Дай, пожалуйста Фига себе, чувак тебя штырит Ты шаришь, что ты сам собой про экстази позорил? Я? А, да Ну, меня уже попускает Нет, ты уж закинулся Только кэша на кармане нет Так у меня есть Ну, и что мы стоим? Идем Пошли Свои, свои, свои Здоров, есть что? А это кто? Свои закинуться по веселому хочет Сколько? Одно Две Две Габа, я же тебя просил Не нуй, королек Лучше ему зло Рубить бабло и долго отдавай Ты ослабься вообще Садись Садись, я сказал Проходи Вы что, гоните? Да это же мух Полиция, вы околюжены Не стыдь Сиди, сиди Давай руку С Габой я познакомился год назад Сначала он просто так колесами угощил Потом в долг стал давать Ну, а потом заставил продавать С каждой продажи С меня долг списывал Ясно Ну, хоть теперь скажешь Кто в багажнике вашей машины? Это Пашин Жора Пашин С ним мы познакомились на фестивале в Германии Он оттуда машины поддержанной гонял Предложил возить экстази в машинах Габа сразу согласился Пашина Габа убил? Какой смысл Габе Пашина убивать? Он возил колеса хорошие Качество у него было всегда отменное Цену никогда не ломил Нет, думаю, нет А вы тоже на экстази сидите? Да нет Все дело в том, что Маша беременна второй месяц И я как только узнал об этом Сразу с колесами завязал Пришел к Габе, сказал У меня будет ребенок Я больше не могу этим заниматься А он сказал Долг отдашь Только тогда можешь выходить из игры Вот поэтому я каждую ночь работал, чтобы долги отдать А у Габы есть человеческое имя? Да, Артур Артур Габриэлян В ночь убийства Габриэлян был в клубе? Да, я его видела Габа был в клубе Потом уехал куда-то А под утро вернулся А вот такой Кулончик вы видели? Может у Габы Или у Пашина? Ну, это, знаете Это явная дешевка А Пашин и Габа Они любят совсем другие понты Нет, не видел Машину в отцовскую Когда в последний раз брал? Ну, где-то неделю назад Отец попросил, чтобы я ее на СТО загнал Там какие-то неполадки были Кстати, в тот же день Мне Пашин позвонил Я за ним заехал Его собрал И мы вместе поехали на СТО А оттуда сразу в клуб Адрес покойного Пашина знаешь? Нет Он скрытный был И хату свою не светил Ну, ладно Вы пока свободны На время следствия Из города Ну, ты в курсе До свидания Сергей Юрьевич, клуб этот накрывать надо Вся эта торговля экстази Это какая-то жуть Наркоотдел уже этим занимается Твоя задача в клубе Просмотреть записи камер наблюдения В ночь убийства Взять данные по этому Габе Ну, Артуру Габриэну И оформить его в розыск А что с экстази делать? Отвезешь таблетки На экспертизу пусть сравнят С таблетками экстази Найдены в крови Пашина Да, еще съездишь на СТО Куда загоняли машину Королева Узнать, что чинили Когда приезжали Ну и кто пригонял машину Хорошо Завтра все сделаю Давай Да, там и лед приложи еще Спи, студент Это Лева Физкульт-привет Здорово, что такой радостный Поскольку врачиху твою Я уже несколько дней не видел Подозреваю, что Ты засиделся без массажа И по этому поводу возникла Замечательная, гениальная идея Смотри, что я принес А? Хоккей Видишь, как мы в детстве гоняли Давай срежемся Одна партия Все-таки энергия, разминка Серый Ну что ты втупился в это свое Отвлекись ты Батю вспоминаешь? Я тоже его Когда вспоминаю Что-то странное капитать Давай без лишнего текста Нет, ты не подумай Что я лезу в душу Я никогда тебя об отце не спрашивал Ты знаешь Просто слухов столько было В газетах пистали Якобы стресс Нервное перенапряжение Да Мой тетя застрелился Хочешь знать почему? Я тоже знать хочу Почему? Петр Николаевич Да Помощник следователя Алексей Скрипков Скажите Вам эта машина знакома? Ага Да, помню Двадцать первого Получается восемь дней назад Обычный ремонт Замена масла Рулевую пульс А сигнализацию не трогали? Сигнализация не наш профиль Получается Через три дня Мы не меняли подушки В двигателе Ну это не я Это Кость Кость Иди сюда на пару слов Мужику хитрые подушки менял В машине в этой Помнишь? Помню Они машину загнали Я за пару часов И сменил А что? Проблемы какие? Нет, все нормально Нормально Хороший парень Механик будет просто тень Еще что-то? Нет, это все Спасибо, Петр Николаевич Счастливо Хоккей играет настоящий Мужчина Трус не играет в хоккей Играют настоящий Мужчина Трус не играет в хоккей Сергей Юрьевич Двадцать первый век на дворе Ну что это за анахронизм Есть клевые игры на комп Симуляторы Давайте я вам НХЛ пятнадцатый поставлю Да что ты понимаешь в играх Поколение симуляторов Лучше расскажи, что ты там выбегал Значит так Я проверил камеры видеонаблюдения Королев и его девушка Действительно всю ночь были в клубе А вот Габа уехал в районе полуночи И вернулся только под утро Значит алиби у него нет Значит нет Еще пробили инфу по убитому Пашину Он родом из Кузнецовска Это километров семьдесят от города Лет пять назад укатил в Германию А когда вернулся неизвестно В гостиницах на него инфы нет Значит снимал квартиру А что там по таблеткам? Экспертиза показала, что Таблетки из клуба И химический состав вещества Которая была найдена в крови У убитого совпадают Ясно Потянулась цепочка Пашин сам не мог принять Такую дозу экстази Это значит ему Ввалил столько таблеток Что-то не поделил с этим С Гавайи? Ну да, с Гавайи И при чем тут машина Королевых? Ну предположим Машину вскрыли Подбросили труп Но почему тогда не сработала сигнализация? Ну на СТО подтвердили информацию Королевых А по поводу сигнализации сказали Что ее не трогали Не их профиль Да Ну что, партеечку? Окей Бросай Сергей Юрьевич Я это По поводу Анны Она уже несколько дней не приходила Как же вы без массажа? Алексей Ты, наверное, слишком устал за сегодня Ты отдохни, и все пройдет Матч закончен Полиция, здесь еще на веку убивают Быстрее Адрес Проказовского 1 Эй Я полицию вызвала Га, уходи Уходи А что, Габа действительно у нас во дворе от аварии? Да Это для следователя Били профессионально, сейчас Габа в больнице Нападавшие скрылись на большой белой машине Ты что-то об этом знаешь? Я? Да я вообще не знаю ни о чем Он позвонил мне вечером, сказал, что срочно будет валить за границу Чтобы я собрал все деньги А он, который подъедет и заберет, вот и все У вас сколько он звонил? Сейчас посмотрю Двадцать один, двадцать шесть Можно? Да А какая у Габы машина? У Габы нет машины На такси есть тут Он же все время под кайфом Боится садиться за руль Такси любил понтовое Только вип У него там даже скидка была Да Сергей Юрьевич, Никита говорит, что он не в теме Ничего не видел и ничего не знает Теперь единственная зацепка Это вип-такси, на котором Габа приехал Я уже эту же машину вызвал на тот же адрес Ну, теперь остается только ждать У таксиста может быть видеорегистратор Если есть, проверь на нем видео Помощник следователя Скрипков Вот разводил его У меня такой жирный заказ сорвался Скажите, у вас уже сегодня утром был заказ на этот адрес? Да, был Постоянного клиента И вы ничего необычного не заметили? Может, за вами ехала машина Большая, белая? Да нет, вроде Что случилось? А можно посмотреть запись вашего видеорегистратора? Да, пожалуйста Видите, когда таксист высадил Габу и выезжал со двора В кадр попала машина преследователей Я пробил номера, машина принадлежит Валерию Чередниченко Я нашел его в интернете Он работает охранником у некоего Татаринова А Татаринов это папа Маши Девушки Никиты Королева Ты меня удивляешь У Татаринова есть клуб, в котором раньше Никита работал Вот оно как Да Спасибо, все Здравствуйте, Габа Мы с вами уже виделись Меня зовут Алексей Скрипков Я помощник следователя по делу в убийстве Пашина Это она его заказала Кто? Она Машка Татаринова Она хотела, чтобы Никита ее стал торговать наркотиками И Пашину говорила, чтобы он отстал от него Отцом угрожал Охранником нанял ауты Они меня избили Я голосом знал Ей отец обещал Клуб отдать в управление Она надеялась там вместе с Никитой развернуться Где вы были в ночь убийства Пашина? Я в Мухиту был У меня там клиенты были, можете Вот у охранников спросить Они цеплялись в контейнере Все, посещение окончено Ему покой положат Я еще не закончил допрос Если вы немедленно не уйдете Я позову дежурного врача и охрану Выздоравливайте Сергей Юрьевич, нужно Машу на допрос вызывать Ну что ты ей предъявишь? У нее алиби железное Ты сам ее на записи в клубе видел А заказ доказать без чистосердечного признания невозможно То лучше вот что Ты привези мне этого Татаринова Отца Маши Так а где я вам его найду? А даже если найду, то как я его привезу? Ну придумай что-нибудь Или у тебя башка только для красоты Нет, я в нее еще и ем Извините, конец связи Вот этот молокосос сказал, что жизнь Маши в опасности Так вот, если хоть одна волосинка с ее головы упадет Я тебя урою на месте, понял? Где моя дочь, что ты с ней сделал? Я не говорил, что Машина жизнь в опасности Я лишь сказал, что речь идет об убийстве Кнись Наша встреча только и нужна для того, чтобы жизни вашей дочери ничего не угрожало А пушки придется убрать Присядьте У вас есть десять минут, чтобы убедить меня, что я не зря сюда приехал Ну раз у меня такая куча времени Я тогда начну с предыстории Жила-была девочка Маша И познакомилась она с тремя медведями А в одного даже влюбилась И вот за последние три дня одного из медведей убивают Но второго не совсем После жесткого избиения он попадает в больницу Недавно очнулся И кстати, обвиняет в избиении девочку Машу Ну что, я уложился в десять минут? Вполне Вы что, моей дочери обвинение хотите предъявить? И хочу И могу И предъявлю В том, что охранники ее папы по ее наводке убили одного человека А другого избили Это бред И потом мои охранники исполняют только мои приказы А если я вам скажу, что я силой мысли разрушаю стены Скажите, в суде не поверят? Ладно Вот вам правда Про убийство я ничего не знаю А козла этого Габу я приказал проучить Надоел мне этот урод Я его предупреждал о наркоте Мой клуб для наркотиков закрыт, только алкоголь Но Габа не послушал, опять приперся А где вы были позавчера ночью? У себя в клубе И я, и ребята мои А вот это украшение вы видели у кого-нибудь? Нет Ну ладно Ну тогда продолжим разговор попозже А ваш клуб я своего человека все-таки пришлю Ну это ваше право Да еще вот что Проверьте, пожалуйста, алиби диджея этого Никиты Он тоже постоянно рядом с наркотиками трется Сергей Юрьевич Я совсем забыл Звонили наши из ведомственного СТО Сказали, что нужно подъехать Они вроде как что-то накопали в машине Королевых Почему-то тогда здесь Вы можете их снять? Студент, студент Включай я готов Значит так В сигнализацию машины Королевых кто-то влазил Но лез по уму Перенастроил так, что ее другим сигналом открыть можно То есть другим ключом И родной ключ не воспримет это как угрозу Так а все остальное в машине цело? Никаких повреждений нет? Нет, все на месте Даже подушки поменены в двигателе У меня у Карифана точно такая же Он весь город оббегал, подушки искал Все говорят, нет а с производства запчастей нет Вот узнать бы, где эти Королевы такие подушки брали Так а что, эти подушки реально трудно найти? Да почти невозможно Спасибо Сергей Юрьевич, что дальше? Дуй в клуб к Татаринам Скопируй все записи камер видеонаблюдения ночи убийства Дома смотришь поминутно Нам нужны Габа, охранники и Татаринов Есть А то что, еще не ложился? Неа, все смотрел записи с камер наблюдения Почти закончил Вот, смотрите И Габа, и Татаринов с охранниками В момент убийства были в мохито Габа уехал из клуба часов в пять утра Хорошо, значит так Езжай на исток, где Королевы обслуживают свой автомобиль И узнай, где они взяли эти эксклюзивные подушки для двигателя А это еще зачем? Зачем, зачем? Я сам еще не понял, зачем? Ну, я вообще-то рассчитывал вздремнуть Я в твоем возрасте вообще сутками не спал Алло, Петр Николаевич, скажите, а Костя рядом? А то у меня к нему пару вопросов А куда? Кузнецовск? Кузнецовск, город с населением 50 тысяч жителей Маленький городок Значит, Костик и Пашин могли знать друг друга И это, думаю, не совпадение Тебе надо ехать в Кузнецовск Хорошо, завтра поеду Да нет, езжай сегодня Ну, кофе я хоть выпить могу? На ходу вам, студент, на ходу Есть Здрасте 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 Правда, приезжал вчера, он каждый год приезжает На годовщину к сестре Это у Кости сестра была? Да Родная? Родная А как давно она умерла? Это так пять назад Ой, ну ты чего опять тут расселся-то, а? О, с пивом своим А ну-ка ж давай, шуруй отсюда, быстрее, пока я полицию не вызвала Ты чего на меня орешь? Давай, давай Я тебе что, мешаю жить? Я с человеком разговариваю Между прочим, культурно разговариваю Идем, Леня Спасибо большое Береги собачку Я прошу прощения, я из полиции Скажите, вы знаете что-то о сестре Косте Гурова? Ну да, конечно, знала Катя Гурова Первая красавица была во дворе Вить, привет Нужен как эксперт Тебе знаком такой автоинструмент, как шило для заправки струн Да, его используют в автомеханике, чтобы ставить и снимать лобовое стекло Слушай, сравни диаметр такого шила и диаметр раны в теле Пашина А от чего она умерла? Ой, да люди говорили, вроде бы аборт неудачно сделала В больницу с осложнениями забрали, а там не спасли Ой, да с нашими врачами, да в наших больницах Бедные родители Какие родители? Катя Костику была и за мать, и за отца А когда ее не стало, ему ленее Ему всего лет шестнадцать было Да, слава богу, мальчик не покатился по наклонной А человеком стал Хороший мальчик Костя Он очень достойный человек Значит, что мы имеем Пашина и автомеханик Костик из одного города Это раз Рана Пашина совпадает с размером шила для заправки струн Это два Гуров имел доступ к сигнализации машины Королевых Это три Сестра и аборт Четыре Я думаю, Гурова надо брать Нет, это все косвенные улики А сигнализация, вы же сами только что сказали, что он имел к ней доступ Так все и с тобой имело доступ И сами Королевы тоже имели доступ А вдруг это заводской брак? Здесь нужно признание самого Гурова Без него все мимо Здесь нужен какой-то, какой-то хитрый ход Ты говоришь, Гуров, завтра выходит на работу? Да Ну тогда до завтра Утро вечера мудреней Спокойной ночи Спокойной ночи Ненавижу Кузнецовскую Заканчивай, студент Сейчас Вам помочь? Я сам Здравствуйте Здрасьте Вы Костя? Да Очень приятно, Владимир Мне вас рекомендовали Вы знаете, с машиной прямо беда Так стучит, когда сбрасываю с больших скоростей Ну так загоняйте, сейчас посмотрим Да не, давайте вы на ней сделайте кружочек Вы же сами походу и разберетесь Без проблем Спасибо Автослесарем давно работаете? Пять лет На этом СТО три года Раньше в Кузнецовске работал Это здесь недалеко, километров семьдесят Ну, только там особо делать нечего Разве что квартира в старом доме осталась До могилы сестры Спокойной, Кость Давай сразу к делу, без этих кивоков Ты ведь Пашина убил не просто так Это месть за сестру? Да Из этой суки, барыги и наркотского Пашина Моя сестра погибла Аборт от него сделала Аборт и убил ее Так что эта собака Пашин Справедливое наказание понес А ты Пашина Искал или случайно встретил? Случайно Он приехал на СТО вместе с сыном Королева Он меня даже не узнал Эти, эта тварь меня даже не узнал Пять лет прошло, как мы с ним в последний раз виделись Ну, я тогда, конечно, пацаном был А он уже крутым чуваком Бабки, машина Сестра его любила безумно Они с ней год встречались Он же ее на экстази подсадил А потом я как-то случайно услышал Как он сестру уговаривал аборт сделать Говорил, что вместе с наркоты спрыгнут И новых детей нарожают Как говорит, непонятно еще что родиться Так и сказал, непонятно что Что было потом? Потом сестра в больницу попала Пашин исчез сразу А Катя Катя так в больнице умерла Врач сказал, что она наркоманкой была Организм был ослаблен А когда ты Пашина увидел Сразу решил убить? Нет У меня и мысли такой не было Я пока с их машиной возился Услышал, как Пашин с Никитой разговаривал Никита сказал, что у него девушка беременна Пашин это сука засмеялся и говорит Аборт делаете? А еще непонятно, что еще родится Вот слово в слово, как сестре моей сказал Тварь А как ты его из квартиры выманил? Да это проще простого было Еще тогда сразу прикинул, что надо сделать И строил сигнализацию в машине Я в этом профи А дальше ночью снял сигнализацию Взял тачку Королевок Потом позвонил Пашину Сказал, чтобы он спустился Во двор к машине Пашин с просонью ничего не заподозрил Подумал, что это Никита звонит Да и тачка была ему знакома А зачем ты его шил? Он заколол Ты же собирался его колесами накормить Когда я сказал ему, кто я Умолять начал Говорил, что денег даст Я его заставил таблетки сожрать Он уже под кайфом ржать Начал издеваться Про Катю сказал, что она шалавой была А потом я ему кулон подбросил От сестры остался Он его как-то Кате на день рождения подарил Пусть ему и на том свете и кается А зачем труп в багажнике оставил? Решил Никиту шугануть, чтобы не стал таким, как Пашин Чтобы никому жизни наркотой не испоганил Ну Куда теперь? Ну что, меня домой Мститера в СИЗО Пусть ему и на том свете и кается Да Ну а Паше не плакать никто не будет Одним уродом меньше на земле стало А вот Костика жалко Парень совсем один остался А теперь мы ему еще и жизнь поломали Он сам себе жизнь поломал Мы сделали все, что могли Оформили ему явку с повинной За убийство каждый должен отвечать По закону Да, но это несправедливо Простите за непрошенный визит, но мне кажется, нам необходимо расставить все точки над им Здрасте. Привет. Скребков, ты хотел в магазин сходить? Я? А, да-да-да, хотел... Я хотел хлеба купить. И сыр. Вам что-то взять? Ну, я вас слушаю. Вы мне что-то хотели рассказать о том, зачем вы собирали информацию о моем отце? Именно. В прошлый раз мы неправильно друг друга поняли. А, ну, конечно. Старая статья о моем отце, о вашем телефоне, простое недопонимание. Нет, здесь вы правы. Это было сделано намеренно. Никонов, ваше лечение зависит не только от физических упражнений, но и от психосоматики. Я искренне хотела вам помочь. И в первую очередь помочь вам с психологической травмой. Но вы очень закрытый человек, вы не идете на контакт. И мне пришлось искать информацию о вас в интернете. Так я наткнулась на статью о вашем отце. Вот и все. Да, я не права в том, что сразу вам об этом не сказала. Простите. На самом деле, я пришла, чтобы сказать, что вами теперь будет заниматься другой, очень хороший врач-реабилитолог. Вот, как-то так. Все доброго. Аня. А мне не нужен другой врач. Я услышала. Да, в общем, слушай. Девичья фамилия Равинская, Чеботарева. Она дочь того самого Чеботарева, которого посадил за решетку твой отец. Алло, Серега. Серега, ты меня слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...